Медвежонок на улицах дачного кооператива. Подробности смотрите в международной программе «Середина земли». Глава МЧС России Владимир Пучков дал новые указания, связанные с пожарами в Бурятии. Подробнее смотрите в программе «Середина земли». О потере урожая кормовых культур в Монголии расскажем сегодня в «Середине земли». Международный информационный выпуск «Середина земли» по традиции начинается с новостей из Абайкальского края. О них вам расскажут корреспонденты из Читы и я, Марина Кузнецова. Здравствуйте. На аэродроме в районе Каштака прошла очередная репетиция военного парада, посвященного 70-летию окончания Второй мировой войны. Напомним, парад в Чите состоится 2 сентября на центральной площади города. Подготовка к параду выходит на финишную прямую. Танкисты, мотострелки, летчики, артиллеристы, пограничники, сотрудники полиции и МЧС отрабатывают синхронность и точность своих действий. Уже через неделю они пройдут стройными рядами по площади Ленина. Всего в военном параде 2 сентября примут участие более 1300 человек. От Восточного военного округа 966 военнослужащих Читинского гарнизона, а также 58 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, боевые машины, пехоты, гаубицы, пусковые установки, зенитно-ракетные комплексы. Возглавит механизированную колонну танк Т-34. Наблюдать за парадом смогут тысячи горожан и гостей города. Ожидается прибытие первых лиц государства, а также делегаций из Монголии и Китая. Уже завтра с 19 до 20 часов состоятся тренировочные полеты авиатехники, а 31 числа в 7 вечера запланирована вторая репетиция парада с участием авиации. Прогуливаясь по улицам дачного кооператива, местные жители обнаружили медвежонка. Лесной гость позволил себя погладить, а потом поймать. Сейчас Мишку передали в Читинский зоопарк и теперь он один из самых любимых его обитателей. Михаил Михайловичу, как назвали маленького бурого Топтыгина, всего 4 месяца. Его нашли 12 августа среди каштагских дач. Ночь он провел в доме своих новых знакомых, после чего найденыша отвезли в ветеринарную лечебницу, где заключили, что медвежонок здоров. Как такой малыш оказался среди людей, до сих пор остается загадкой. Судя по медвежонку, он был упитанный. Значит, он или только-только от мамки его оторвали, ну или его содержали все-таки дома. У него хороший, спокойный характер. Он не агрессивный, он любит людей, в общем-то. Любит покушать, любит побебить, поиграть. Очень любопытный. А еще Михаил Михайлович очень любит посасывать руки своего наставника вместо соски, забавно причмокивая. С медвежонком зоолог часто гуляет, приучает его к людям. Горожане часто приносят маленькому питомцу разные полезные вкусности. То яблоки, то морковку. К гостям бурый Миша относится хорошо, только очень скучает без мамы. К большим медведям, особенно тем, у которых потомства не было, его подсаживать опасно. И, кстати, сейчас, даже несмотря на маленький возраст, его уже воспринимают как конкурента, особенно гималайский медведь Гоша. Вместе с медведицей Соней они занимают соседний вольер с медвежонком. Ту же Соню когда-то отдал зоопарку цирк. А медведя Гриша у владельца частного магазина в Краснокаменске. Все свое детство он провел там. Но после того, как в год с небольшим Гриша выпил ящик вина, посчитали, что в зоопарке с ним справятся лучше. Бурому хищнику 21 год. Он спокойный. Будет ли таким же маленький медвежонок – пока вопрос. Через три года характер у него поменяется. Но, возможно, благодаря хорошему уходу он будет не слишком агрессивным. Естественно, это зависит от условий. У нас условия хорошие. У нас люди, так сказать, любят животных. Так что все хорошо будет. Через 10 дней в Забайкалье привезут цирковую львицу. Хотят подарить ее Читинскому зоопарку. Нужно будет создать для нее условия. Вольер, в котором сейчас содержатся приматы, переоборудуют под хищника, построят дополнительные навесы, усиливат клетку толстыми железными прутьями. Яна Ершова, Александр Забелин. Середина земли. Забайкальский край. Велопешеходный маршрут создадут в Национальном парке Бурятии. Сейчас экспертная группа изучает побережье Байкала, где и будут проложены тропы. Подробности нам расскажет мой коллега из Бурятии Булат Цединишеев. Здравствуйте. Здравствуйте, коллега. Чтобы добраться до озера с комфортом, специалисты уже разместили тропу протяженностью около трех километров, удаленную от пыльной дороги. Теперь задача провести тропу к лежбищу Байкальской Нерпы на острове Тонке и тропу в бухте Змеиная в Чевыркуйском заливе. И, по мнению американского специалиста, все это можно воплотить при минимальных затратах и с привлечением волонтеров. Ну а теперь к другим событиям. Пожары в Бурятии не утихают. В республику стянута сила федерального МЧС. Руководитель ведомства Владимир Пучков снова прибыл в Бурятию. По приезду он тут же собрал комиссию по ЧС, а глава республики обратился к населению с призывом пополнить отряды патрулирования лесов и защитить тайгу от поджигателей. Все подробности у Ирины Ревенской. Доклад о ситуации в Бурятии первым зачитал Вячеслав Наговицын. По его словам, обстановка под контролем, специалисты работают на местах, поэтому нет необходимости в личном присутствии главы МЧС России. На что руководитель федерального ведомства возразил, пообещав остаться в Бурятии до 1 сентября. Далее обсудили вопрос ресурсов. С горючим проблем нет, но не хватает людей. Тогда мы принимаем решение, составляйте план график усиления группировки сил и перебрасываем из регионов Сибири, из центра страны, там где у нас прогноз погоды уже стабильный, надо ребят перебрасывать сюда с техникой, экипировкой, оснащением. С огнем борются две с половиной тысячи специалистов. Задействовано 24 единицы воздушной техники. Министр ЧС России потребовал, насколько это возможно, создать более комфортные условия для огнеборцев. Пожарные устали, поэтому нужно организовать работу посменно. Также уделить больше внимания безопасности на участках, ведь уже произошел трагический случай. К сожалению, у нас есть потери. Один человек, лесопожарная охрана у нас погиб, второй пострадал. Это потери, они проявили профессионализм, мужество, самоотверженность. На сегодня самая острая ситуация в Кабанском и Прибайкальском районах. На въездах в леса установлены шлагбаумы. Первоочередная задача на сегодня – это не допустить перехода огня на населенные пункты. Утверждена зона повышенной готовности для защиты населенного пункта радиусом 30 километров. На таком удалении пожара вступает в действие план подготовки к эвакуации населения. В настоящее время, по последним данным, на территории Бурятии действует 69 лесных пожаров, общей площадью 139 тысяч гектаров. К сожалению, прогноз погоды в республике неблагоприятен, осадков не ожидается. Сразу же после комиссии по ЧАЭС министр Владимир Пучков и глава Бурятия Вячеслав Наговицын направились в Прибайкальский район. Сейчас там самая горящая обстановка. Руководители республики и федеральный министр провели встречу с местным населением. Все подробности визита у Намсарая Намсараева. Прибайкальском районе, который первым выбрал в качестве рабочего визита глава МЧС Российской Федерации Владимир Пучков, видимость порой не превышает и 200 метров. Из-за густого дыма от облета проблемных территорий в Прибайкалье, Баргузинском и Курумканских районах глава МЧС вынужден был отказаться. Первым поселением, где Вячеслав Наговицын и Владимир Пучков встретились с местным населением, стало катакель, где обоих руководителей люди забросали вопросами, главным из которых стал срок, в который потушат пожары. Поэтому село ваше под прикрытием, все под прикрытием, все будет нормально. В селе Черемушки, едва не сгоревшего, минувшие выходные, глава республики и руководитель МЧС России, отвечая на вопросы жителей, заверили, что правительством Российской Федерации принимаются все меры по пожаротушению. Отметим, что своим распоряжением глава МЧС отменил на время чрезвычайной ситуации действие закона об охране лесов вблизи поселений. Теперь в случае приближающегося пожара и для профилактики возгораний можно вырубить просеку, отделяющую поселение от пожаров. Реформаторы пришли, написали новый закон. Так вот в этом законе написано, что мы сейчас с вами не можем в лесу сушину взять даже. Да, да, да. Не заплатить. Это нейтрально. После встречи с жителем поселка в Катакеле, Черемушки, глава республики Берятия Вячеслав Маговисов и глава МЧС Российской Федерации Владимир Пучков посетили один из самых проблемных участков в лесничестве. На лесной просеке, с предполагаемого места, где начался пожар, угрожавший прибайкальским поселением, тон министра изменился. Его возмутили по рубке, оставшейся от орендаторов заготавливавших лес. Министр выговаривал об этом исполняющими обязанности руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии Николаю Кривошееву. Кривошеев, идите сюда. Теперь я вам объясняю. У вас пойдет низовой пожар, все это разгорится, и пожар пойдет верхом, а с верховкой бороться совершенно трудно. Это надо отсюда убирать, если тем более вы встречный хотите запускать. Мы запашем это сейчас? Мы просто нарезаем Минполосу контрольную, а потом запахиваю. Бессмысленно ваша работа, пока вот это все не убрали. Бессмысленно. Еще одной сложностью в тушении пожаров стало слабое использование авиационной группировки МЧС и вооруженных сил. По словам сотрудников МЧС, причиной этому вновь стала сильная задымленность. Самолет пролетел выше, почему? Потому что земля не просматривается, поэтому набрал высоту безопасную, ниже которой он не имеет права снижаться. Поэтому сейчас прошел на двух тысячах, сделал сброс, уходит на базу. 26 августа глава МЧС Владимир Пучков завершает свой инфекционный визит в Бурятию. По ее результатам уже сейчас можно говорить, что будут предприняты все усилия для пожаротушения. С самого же Владимира Пучкова журналисты республиканских и федеральных СМИ уже успели окрестить человеком дождя. После его визита в жаркую погоду сменяют ливни. Ну и на сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа «Середина земли» продолжается. И сейчас слово нашим коллегам. Здравствуйте, коллега! О самых интересных новостях столицы Монголии расскажут мои коллеги. Я, Прутоши Даныня, Сембетсхану. По заявлению Министерства сельского хозяйства, в этом году ожидается потеря большого объема урожая, что напрямую негативно повлияет на предстоящую зимовку. В связи с этим правительство сформировало особую комиссию во главе с вице-премьером по организации подготовительных работ к зимовке. Подробности расскажет Ценсурен. С 10 по 22 июня в аграрном и земледельческом регионе продолжалась 10-дневная 32-градусная жара. Однако в соответствии с прогнозом погоды температура воздуха должна была иметь средний показатель. И хотя высокая температура стояла всего 12 дней, она повлияла на сокращение количества зерен в колоссе. Все это привело к угрозе потери урожая зерновых культур на 40-50%. Сегодня на заседании особой комиссии министр сельского хозяйства задал вопросы, касающиеся недостоверной информации, предоставленной метеосхужбой. В этом году во время периода сильной жары в центральной части Монголии возник фронт высокого атмосферного давления. Из-за этого в аграрном регионе стояла продолжительная жара, а в западной части страны возник фронт низкого атмосферного давления. 15 июня Министерству сельского хозяйства сообщили, что жаркая погода, которая обычно продолжается на протяжении двух или трех дней, простоит 10 дней. Но так как для агрария в последние годы стояли комфортные метеоусловия, в 2015 году вместо запланированных 300 тысяч гектаров было засеяно около 360 тысяч гектаров пшеницы. Однако в этом году засеивание повлекло за собой не прибыль, а убыток. Как заметил министр сельского хозяйства госпожа Бурма, до сбора урожая для обеспечения внутренних потребностей государства еще имеются внутренние резервы. У нас имеется запас зерновых культур, которые обеспечат мукомольные комбинаты до конца октября. Это означает, что у нас имеется запас зерна до полного завершения сбора урожая. Трехмиллионное население Монголии в год употребляет 240 тысяч тонн муки. Если учесть возможные потери, то по предварительным данным будет собрано 240-280 тысяч тонн пшеницы. После поставки возможного объема пшеницы мукомольным комбинатом, с учетом вычета отходов в размере 215 тысяч тонн пшеницы, в итоге получится 150 тысяч тонн муки. Остается вопрос 90 тысяч тонн муки, которых недостает от общего объема. Для возмещения объема муки было решено выделить из источника кредитного финансового оборота 80 миллиардов тугриков для закупки дополнительных 150 тысяч тонн пшеницы. По мнению вице-премьера, необходимый объем нужно в большей степени формировать за счет закупки сырья у отечественных аграриев. Здесь присутствуют ответственные люди. Мы будем закупать пшеницу у своих отечественных аграриев. Только после этого будет решаться вопрос насчет импорта недостающего количества пшеницы. В сентябре, как прогнозируют метеорологи, погода будет схожей с сентябрем 1995 года. Если учесть имеющийся прогноз, то в сельскохозяйственном регионе ожидаются незначительные осадки, а впоследствии холодная осень. Это были новости Монголии. Спасибо за внимание. Передаем слово нашим коллегам из Китая. Здравствуйте, коллеги. В студии Сергей Чудинов. И в ближайшие минуты мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. 3 сентября во время парада на площади Тянанмэнь будут задействованы уникальные истребители в Китае. Широкой публике эти боевые самолеты продемонстрируют впервые, и отметим, что данные истребители сегодня являются основой военно-воздушных сил КНР. Нашей съемочной группе выпала редкая возможность побывать на тренировочной базе летчиков. Китайский стратегический бомбардировщик H6K – гордость ВВС страны. Люжуй стал одним из первых летчиков, кому доверили эту машину. Истребитель оснащен ракетами дальнего радиуса действия, а также имеет расширенный диапазон боевого потенциала. Невозможно переоценить и символическое значение этого самолета. «Бомбардировщик знаменует собой переход от стратегии обороны к возможности атаки. Это в разы увеличивает наши оборонительные способности. Мы понимаем, что лучшее оборона – это возможность начать атаку». Оценить работу пилотов и сами истребители в канун китайского Нового года приезжал председатель КНР. Си Цзиньпин не только лично пообщался с летчиками, но и побывал за штурвалом бомбардировщика. Кроме того, китайский лидер обозначил дальнейшее направление развития военной авиации страны. «Я уверен, что визит председателя Си Цзиньпина отражает желание стратегической трансформации военно-воздушных сил нашей страны, чего внимание к данной сфере указывает на возможность этого направления». Во время парада на площади Тьяняньмэнь истребители, вне всякого сомнения, привлекут к себе повышенное внимание. Однако пилоты предупреждают – все фигуры они будут выполнять на высокой скорости. Зрелищное выступление продлится всего несколько минут, но в это короткое время летчикам предстоит показать все, на что они способны. «Парад является большой честью для ВВС Китая. Это возможность показать наш боевой дух. Несомненно, оказанное нам доверие повысит общую сплоченность и заложит необходимый фундамент для дальнейшего обучения пилотов, что, в свою очередь, положительно скажется на общей боевой подготовке». Сейчас пилоты усиленно тренируются. Репетиции занимают большую часть времени. Всю мощь боевой авиации КНР можно будет увидеть уже через неделю в самом центре Пекина или в прямом эфире Центрального телевидения Китая. Юлия Куц, Марина Мышко, СиСиТиВи. В этом году исполняется 50 лет со дня образования Тибетского автономного района о развитии региона. Расскажет серия репортажей «Инновационное управление. Успехи Тибета». Сегодня в эфире первый материал этого цикла. «Площадь Потала в Ухасе уже стемнела, а гуляющих меньше не становится. Эти молодожены из Гонсиджуанского автономного района. Для свадебной фотосессии, не колеблясь, выбрали Ухасу. Пять лет назад здесь познакомились. С тех пор они расставались. «Люди тут искренние, приветливые. Ну и, конечно, нам хотелось увековечить место знакомства». В вечерние фотосессии на площади Потала у гостей города всё популярнее. Большинство клиентов местных фотосалонов из других регионов страны. Это уже модный тренд, интерес к которому с годами только растёт. «Последние несколько лет работы заметно прибавилось. Заказы в основном получаем по интернету. Иногда у нас спрашивают, безопасно ли здесь. Уже на месте такие вопросы отпадают сами собой». Уезд Дуйлун расположен на высоте 5000 метров. Болезни сердца для жителей высокогорных районов – не редкость. У семилетней Тэнзин Цамо врождённый порог, к счастью, операбельный. Несколько дней назад девочка вернулась из Пекина после успешно проведённой операции и курса восстановительного лечения. «Сами бы, конечно, не потянули. Очень рады, что нам помогли. Ребёнку намного лучше, она совсем другая, чувствует себя хорошо. Характер тоже изменился в лучшую сторону». Помощь, о которой говорит отец девочки, была оказана в рамках госпрограммы по бесплатному лечению тибетских детей с пороком сердца. «Речь идёт об оказании медицинской помощи таким ребятам за счёт правительственных средств. Для ребёнка это возможность получить высококлассное лечение, для семьи в целом просто очень радостное событие». Поддержку государства ощущают на себе не только маленькие жители региона. Для пожилых монахов древнейшего буддийского монастыря в Тибете Самье власти района построили дом престарелых. 52-летний Лазанг Кхедраб новым домом доволен. Помещение, к слову, почти в 10 раз больше его прежнего жилища. «У меня была очень маленькая, плохо освещенная комната. Ремонт там не делали много лет. В дождь крыша протекала, воду носили сами, в туалет ходили на улицу. А ещё было очень тяжело подниматься по лестнице. Здесь, конечно, намного лучше. Помещение больше. К тому же во многом помогают кадровые работники при монастыре». Ещё одно нововведение последних лет. Первые функционеры при буддийских монастырях в Тибете появились в 2011-м. Тогда же был учреждён комитет по управлению религиозными общинами монахов. Речь, впрочем, не идёт об управлении как таковом. Цель в другом – помочь монахам справляться с насущными проблемами, с которыми сталкиваются не только они сами, но и их близкие. «Сначала к нам присматривались, можно сказать, даже не принимали. Проходя мимо, многие монахи делали вид, что не замечают нас. Сейчас первыми здороваются. Мы как одна большая семья». Цифры красноречивее слов. На сегодняшний день в Тибете в буддийских монастырях трудятся более 7 тысяч кадровых работников. Пенсионным страхованием охвачены свыше 46 тысяч монахов. 20 тысяч функционеров в составе рабочих групп помогают местному населению искать новые пути повышения благосостояния. Кроме того, в районе действует система бесплатного обязательного 15-летнего образования. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова